Прошлой зимой я случайно наткнулась в интернете на заметку про легендарный всесоюзный туристический маршрут номер 30. Маршрут этот проходит в Адыгее, по Нагорию Лаганаки. Легендарный советский маршрут по плохим местам проходить не будет. И не должен быть слишком сложным, так что мы сможем пройти его с детьми. Мы решили сделать кольцевой поход вокруг Оштина, длиной почти 50 километров. День первый. Кордон Лаганаки, инструкторская щель, 10 километров. Мы оформили пропуск в заповедник и вышли на маршрут. Тропа идет по плато с небольшим набором высоты. Пасутся коровы и табунки лошадей. Скот здесь пасут издавна, и он сильно изменил природный ландшафт. Погода теплая, но прогноз неважный. На Кавказ пришел циклон. Когда мы подошли к ночевкам инструкторская щель, дождик перешел в настоящий ливень. Пришлось превратиться в улиток на склоне и пережидать. Из-за дождя решили остаться на ночевку здесь, хотя планировали пройти дальше, до стоянки на реке Циция. День второй. Инструкторская щель, озеро Псенадах, приют Фишт, 17 километров. Когда мы немного отошли от стоянки, количество лошадей уменьшилось, а количество и разнообразие растительности увеличилось. Это же просто царство цветов. Пронзительно, нестерпимо прекрасных цветов. А еще многие цветы здесь эндемики и не встречаются в других местах. Вот и спуск к озеру. Озеро питается из ледника, совершенно прозрачное и очень холодное. Отсюда тропа уходит вверх, на Фиштожтинский перевал. На перевале остатки снежника. Как же здорово пройтись летом по снегу. А вот и приют Фишт, далеко внизу. Едва можно увидеть пятнышки палаток. Осталось только спуститься к нему. Спустились в лагерь как раз вовремя. Кашу доедали уже в темноте. А ночью шел дождь. Чтобы немного отдохнуть после вчерашнего перехода, сделали полудневку. Осмотрели лагерь. Залезли на скалу Фиштенок рядом с приютом. С нее открывается отличный вид на лагерь. Очень много палаток. Несколько десятков. Лагерь огорожен проволокой потоком. От медведей. Место уютное. День третий. От приюта Фишт до инструкторской щели через Армянский и Гузерипльские перевалы. После мостика через реку Белая тропа идет по боковому лесу. Лес сказочный. Как будто в Средиземье попали. Надпись на дереве. Древние, как египетские иероглифы. 1950 год. Переход сегодня вроде и не длинный. 10 километров. Но почти все время идет вверх. С Армянского перевала хорошо виден Фиштенок. Погода сегодня отличная. Около ручья сварили суп и отдохнули. Как часто бывает в этих местах, после обеда начинают собираться тучи. Кажется, дождя не миновать. Немного не доходя до ночевок, начинает накрапывать. Палатки ставим на скорость, как на соревнованиях. Ныряем в палатки, застегиваем молнии и стена дождя накрывает лагерь. А утро опять встречает нас с солнцем. Последний нетрудный переход. 10 километров почти по равнине. И мы возвращаемся к кордону Лаганаки. Да, это действительно легендарный маршрут. Продолжение следует...